В цехах Хабаровского радиотехнического завода и сейчас хватает военных машин, с ними вовсю работают ремонтные бригады. Родословная у этой техники точно такая же. Большая часть армейских платформ это МАЗы и сверхпроходимые Уралы. Небольшое расширение теперь фирма может заниматься гражданскими версиями этой тяжелой техники. Для этого специалистам компании пришлось пройти обучение на заводах, выпускающих белорусские и отечественные автомобили. В грузовых моделях для гражданского рынка есть кое-какие технические отличия. Современная гражданская техника, электронные блоки управления во многих системах стоят. Необходимо дополнительное электронное оборудование, сканера, а также понимание работы с программным обеспечением. Затряды, которые понес завод для выхода на рынок гражданского грузового авторемонта, не такие уж и большие. Почти 400 тысяч рублей. Это оборудование, которое позволяет обслуживать автопарк не только в цехах предприятия, но и на выезде. Такой подход диктует рынок и контракты. Так, основной фронт работы у акционерного общества вовсе не в большом городе, а на модернизации Байкало-Амурской магистрали. Там такой техники хватает. Главная проблема не заказы, а квалифицированный персонал. По самим специалистам они, скажем так, сейчас краснокнижные все, да, поэтому некоторые в единственных экземплярах, то есть по Хабаровскому краю, скажем так, сейчас пока проблемы со специалистами. В том, что без работы по новому направлению не останутся на заводе уверены. Основание тому – парк минских грузовиков, который эксплуатируется в крае, составляет шесть сотен машин. С учетом ранее достигнутых договоренностей между Республикой Беларусь и правительством региона, число мазов, которые могут обслуживать специалисты радиотехнического завода, может значительно увеличиться. Александр Лихачев, Константин Пестерев. Большой город.